ОЧИСТИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ Первого проповедника сознания Кришны в современном мире Шрила Прабхупада говорит «Превратить свой дом в духовный мир, в Айкундху, совсем нетрудно. Вам нужно просто воспользоваться правильным методом. Господь Кришна дал нам все, что нужно для того, чтобы привнести в свою жизнь духовный мир». Сентябрь 1973 года, Бамбей. 500 лет назад Господь Чайтания Махапрабу, сам Господь Кришна, пришедший в образе своего преданного, положил начало движению Санкиртаны, распространению совместного пения святых имен Бога. В течение двух последних столетий эта миссия развивалась благодаря проповеди Бхактивинода Такура. Бхактивинода Тхакур был семейным человеком и занимал ответственный государственный пост, выполняя обязанности судьи. Вместе с тем он прославился как великий преданный, великий Ачарья, выдающийся духовный учитель в цепи ученической преемственности, берущей начало от Чайтании Махапрабу. Бхактивинода Тхакур написал множество бхаджанов, песен преданности. В одной из них есть такие слова «Едина грехи бхаджана деки, грехете голока бхая». «Однажды, занимаясь преданным служением, я увидел, что мой дом превратился в Галоку Вриндавану, в духовный мир. Поскольку Кришна нематериален, его обитель, Галока Вриндавана, тоже нематериальна. И хотя Кришна всегда пребывает в своей обители, на Галоке Вриндавана, в то же время он присутствует повсюду. Кришна всемогущ. В Брахма Самхите говорится, Кришна, одно из имен которого Говинда, в виде одной из своих полных экспансий, параматмы или сверхдуши, присутствует повсюду, во всех вселенных и сердцах всех живых существ. Он присутствует не только в сердце каждого, но и в каждом атоме. Обитель Кришны Галока Вриндавана тоже присутствует повсюду. Каким образом? Благодаря присутствию преданных Господа. В Падмапуране Кришна говорит, «Я живу не в духовном мире, не на Вайкундхалоке и не в сердцах йогов. Я там, где мои преданные прославляют Меня». Таково могущество Кришны. В своих молитвах мы обращаемся к Богу как к всемогущему, всеведущему и вездесущему. Бог может одновременно присутствовать повсюду. Между Кришной и местом, где Он пребывает, нет никакой разницы. Поэтому Чайтания Махапрабу советует, «Арадьё Бхагаван Враджеша Таня Яс, Таддхама Вриндаванам». Дхаме Кришны нужно поклоняться так же, как и самому Кришне. Он вездесущ, и место Его пребывания обладает тем же свойством. Каким же образом любое место можно превратить в Вайкундху или в Галоку Вриндавану? С помощью пения святого имени Господа. Преданные столь могущественны, что, повторяя святое имя Бога, они заставляют всемогущего Верховного Господа сойти на землю вместе со своей обителью. Поэтому Бхактивинода Такур поет, «Однажды, занимаясь преданным служением, я увидел, что мой дом превратился в Галоку Вриндавану. Мы тоже можем превратить свой дом в Вайкундху. Это нетрудно. Нужно просто воспользоваться авторитетным методом сознания Кришны». Бхактивинода Такур объясняет, как это сделать. «Кришнэра самсара кара чхади ана чара». Оставьте всю греховную деятельность и свяжите свои мирские обязанности с Господом Кришной. Ана чара значит греховная деятельность. Если вы грешите, вы не сможете общаться с Богом. В Бхагавадгите Кришна говорит, «Ешамте антагатам папам, бхаджанте мамдридха врата». «Лишь тот, кто полностью свободен от греха, способен поклоняться мне с твердой решимостью». В движении сознания Кришны мы не рекомендуем оставлять работу, бросать жену и детей и становиться саньяси, отрекаясь от мира. Наше движение не призывает к этому. Среди членов движения есть не только саньяси, но и брахмачари, ученики, хранящие обед безбрачия, грехастхи, семейные пары, и ванапрастхи, те, кто отошел от дел. Мы приглашаем всех. Каждый может поклоняться Кришне. Нигде не говорится, что заниматься этим могут только избранные. Брахманы, саньяси, брахмачари или индусы. Кришна открыт для всех. Кришна открыт даже для тех, кто имеет низкое происхождение. Нужно просто применить метод, позволяющий приблизиться к Богу, отказаться от чувственных удовольствий и очистить свою жизнь, практикуя сознание Кришны. Об этом поется во многих баджанах. Народ Тамадастхакур поет Когда я перестану услаждать свои чувства, и мой ум очистится, я смогу постичь Вриндаван. Вишая означает «чувственные удовольствия». Чтобы очиститься, нужно отказаться от чувственных наслаждений. Отказ от усложнения чувств не означает, что мы должны, к примеру, отказаться от пищи. Есть не запрещено, но мы не должны принимать в пищу ничего, что не было предложено Кришне. Жить в сознании Кришны значит быть его слугой. Как слуга ест остатки пищи своего хозяина, так и слуги Кришны вкушают остатки пищи Господа. Эта пища называется просадом, милостью Господа. Мы должны построить свою жизнь так, чтобы избегать аначары, запрещенных вещей, греховных поступков. Есть четыре основных вида греховных действий. Недозволенный секс, убийство животных без необходимости, употребление дурманивающих веществ и азартные игры. Мы должны отказаться от этих четырех опор греха. Тогда наша жизнь станет чистой. Если мы откажемся от этих четырех вещей и будем повторять мантру Харе Кришна, мы очистимся. Вы видите это на примере участников движения сознания Кришны. Многие из тех, кто всем сердцем принял движение сознания Кришны, раньше имели пристрастие к совершению всех этих грехов. Это было для них обычным делом. Но они отказались от всего этого, и каждый может убедиться, насколько праведной стала их жизнь теперь. Нужно принять принципы очищения, и ваша жизнь станет совершенной. Люди не знают, в чем состоит совершенство жизни. Думают, что совершенство сводится к материальному процветанию, но это не так. Ибо даже если вы преуспели в материальных делах, вы не сможете наслаждаться этим долго. В любой момент вас могут вышвырнуть отсюда. В чем же ваше совершенство? Представьте, что вы живете в прекрасном доме. На вашем банковском счету много денег. У вас хорошая жена и дети. У вас все в порядке. Но где гарантия, что вы будете наслаждаться этим вечно? В любой момент вас могут вышвырнуть отсюда. Так что это не является совершенством. Если бы у вас была уверенность в том, что счастливая жизнь в материальном мире, к которой вы так стремитесь, будет продолжаться вечно, и вас никогда не попросят отсюда, можно было бы говорить о совершенстве. Но у вас не может быть такой уверенности. В материальных условиях совершенная жизнь невозможна. Ваша жизнь станет совершенной, когда вы будете уверены, что вам больше не придется рождаться, умирать, стареть и болеть. Вот что такое совершенство. Достичь совершенства можно только при помощи сознания Кришны. Никакие материальные средства здесь не помогут. Если мы хотим обрести вечное блаженство и полное знание мы должны принять сознание Кришны. Иного пути нет. Господь Кришна говорит. Всего четыре пункта. Разве трудно думать о Кришне, поклоняться Ему, стать Его преданным и склоняться перед Ним? Это совсем не трудно, и мы ежедневно демонстрируем это в наших храмах по всему миру. Мы думаем о Кришне, повторяя мантру Харе Кришна. Мы склоняемся перед Божеством и пытаемся стать Его преданными. По крайней мере пытаемся. Мы также поклоняемся Господу, поднося Ему цветы, фрукты, благовония и так далее. В этом нет ничего сложного. Каждый может взять цветок, фрукт или немного воды и предложить Кришне. Так в чем же проблема? Проблема в нашем упрямстве. Упрямому человеку очень трудно осознать Бога. Человеческая жизнь предназначена для поклонения Кришне. Народ Тамада Сдхакур поет «Хари-хари випхали джанама гонайну». «Моя жизнь прошла впустую». Почему? «Манушья джанама пая радха кришна набхаджия джания шуниша виша кхаину». «Родившись в человеческом теле, я не поклонялся Радхе и Кришне и таким образом сознательно пил яд. Мы пытаемся убедить людей перестать пить яд. Движение сознания Кришны несет благо каждому. Это высшее гуманистическое движение, призванное даровать всем счастье, бессмертие, умиротворение и мудрость. Тех же, кто не предается ему, Кришна называет Нарадхамами, низшими из людей. Какой же он Нарадхама? Ведь он магистр, доктор философии, доктор богословия. Как он может быть Нарадхамой? Майя Япахрита Джнана. Все его знания не имеют никакой ценности, поскольку он ничего не знает о Кришне. Все эти магистры и доктора наук не помогут вам. Кришна говорит, тот, кто не поклоняется мне, не обладает знанием. Почему? Потому что если человек упорно не хочет предаваться Богу, что толку во всех его знаниях? Он ничего не знает. Поэтому Кришна говорит, Бахунам, Джанманам, Анджнанаван, Мампрападьяте. После многих-многих рождений, после долгих усилий, направленных на развитие знания, тот, кто воистину мудр, предается Кришне. Мой дорогой Господь Кришна, я так долго не помнил о Тебе и не знал, что моя единственная задача предаться Тебе, но сегодня я вручаю себя Тебе, пожалуйста, защити меня. Вот что такое разум. Стоит вам вручить себя Кришне, и вы тотчас обретете Его покровительство, Господь Кришна говорит, Оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. Господь также обещает. Мой преданный никогда не погибнет. Движение сознания Кришны пытается наделить разумом всевозможных глупцов, грешников и негодяев. И нам это удается. Хотите доказательств? Вспомните Джагая и Мадхая. Чайтания Махапрабу даровал освобождение двум братьям-грешникам, которых звали Джагай и Мадхай. Теперь понимаете, какой силой наделено движение сознания Кришны? Оно спасает тысяч Джагаев и Мадхаев. Движение Чайтания Махапрабу даже более могущественно, чем сам Господь. Чайтания Махапрабу дал освобождение только Джагаю и Мадхаю, но его движение освобождает тысячи Джагаев и Мадхаев. Вот вам наглядное доказательство. Метод Господа Чайтании очень прост, и применять его совсем нетрудно. Им может воспользоваться каждый, но если мы сознательно пьем яд, кто сможет защитить нас? Мы обращаемся к каждому из вас с просьбой принять сознание Кришны и повторять мантру Харе Кришна. Даже если вы не сможете сразу отказаться от дурных привычек и греха, вы все равно повторяете мантру Харе Кришна. Тогда вскоре вы очиститесь, и ваша жизнь увенчается успехом. Большое спасибо!